Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева. Как формируется политическая культура молодежи? Могут ли игры в выборы довести до реальной политики? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Куратор проекта «Политическая культура молодежи. Будущее гражданского общества» Алифтина Бухнер. Участники проекта Валерия Бочкарева и Ярослав Камагоров. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Ну, начнем, наверное, с этого проекта. Когда он зародился, в чем его идея и суть, и из чего, собственно говоря, он состоит, на что направлен? Вы знаете, суть этого проекта и эта тема, она витает в воздухе. Потому что мы как раз занимаемся молодежной политикой, наша кафедра занимается молодежной политикой, и мы уже давно стали обращать внимание на то, что наши молодые люди, студенты, они потенциально хотят участвовать, поднимать свой уровень политической культуры, но чего-то вот не хватает. В системе образования чего-то не хватает, чего-то не хватает вокруг, в обществе. Поэтому был создан в декабре 2016 года проект. Вот данный проект совместно с Екатериной Евгенией Насташиной. Она является руководителем как раз направления организации работы с молодежью на нашей кафедре. И он был направлен на грант в Министерство экономического развития, инвестиций, торговли. И мы победили, мы выиграли этот грант. И вот сейчас мы повышаем уровень политической культуры четырех муниципальных районов. Это Красноярский район, это городской округ Кенель, это городской округ Чапаевска и наш город родной Самары. Вы из Самары, да? Мы из Самары. Скажите, пожалуйста, Валерия, как вы попали в этот проект, что вас заинтересовало? И как вообще все это произошло? Вам предложили, либо вы услышали о нем и сказали, я буду участницей этого проекта? Ну, об этом проекте я услышала от своего куратора, Алектины Алексеевны. Меня очень заинтересовала данная тема этого проекта, потому что мне кажется, что каждый из студентов должен иметь четкую гражданскую позицию. И каждый из студентов должен знать, что такое политическая культура. Он должен знать о структуре власти нашей. Вот вы сказали, должен иметь свою гражданскую позицию. Для вас лично в чем она заключается? Что такое общая гражданская позиция? Для меня четкая гражданская позиция заключается в том, что каждый человек должен хоть немного помогать развиваться нашему государству. Возможно, приходить в какие-нибудь реабилитационные детские центры, помогать детям. Нужно начинать всегда с малого, нужно начинать с себя. Нужно изучать структуру нашего государства, нужно ходить на выборы, нужно узнать своих кандидатов. То есть у вас и практика, получается, есть, да? Вы сказали, вот что, помогать реально кому-то. И уже вот такое знание, информирование. Ярослав, скажите, пожалуйста, а политическая культура? Просто всегда пугают, когда молодежь начинает изъясняться какими-то терминами, да, гражданская активность, политическая культура. Кажется, что это не очень совместимо. Вот вы что, как вы представляете, что такое политическая культура? Из чего она состоит? Ну, вообще, политическая культура, она представляет собой, так скажем... Не как определение. Ну, не как определение. А как это наши устои, политические традиции, которые мы соблюдали испокон веков. И вот мы должны следовать этим политическим культурам и традициям, также моральным, нравственным ценностям. Вот это и представляет нашу политическую культуру. Да, так тоже как-то витиево-то. Тоже основано на таких терминах. Альфтина Алексеевна, на чем базируется этот проект? Вот какая-то есть научная основа, исследовательская, общественная? На чем? Вот почему? От чего вы отталкиваетесь? Вы знаете, как раз интересен этот проект тем, что здесь и научная составляющая есть, и практическая. И все это вперемешку и выходит вот в такой результат. То есть изначально, ну, естественно, мы посмотрели, что происходит у нас в мире, какой у нас уровень политической культуры. Вот наши студенты в прошлом году дипломы писали на тему уровня политической культуры. То есть опрашивали наше население Самарской области, и было выявлено, что уровень политической культуры у нас достаточно такой средний. А, средний. Ну, вы знаете, мы же это, ну, ближе даже... А сравнивали с кем? С кем сравнивали? С регионами, с другими лицами? Мы сравнивали это не с регионами, это было... Есть определенные теоретические аспекты, которые говорят о каждом уровне политической культуры, и вот по ним мы определяли, какой он средний, высокий и так далее. То есть вот Ярослав немножко недоговорил, политическая культура же, она состоит из знания о политике, из отношения к политикам, из отношения к уровням власти, из отношения там к нашей политической системе в целом. И вот мы задавали вопросы, вот, что вы знаете о политике, как вы относитесь, голосуете ли вы на выборы. И вот у нас по этим позициям мы выявили уровень политической культуры. Да, он средний, и его нужно поднимать. Вот вы сказали, что есть какая-то брешь, да, вот, и нужно ее обязательно ликвидировать, и чтобы поднять уровень. Вот мне очень понравилось, Валерий, что есть конкретные дела, потому что одно дело говорить, да, а другое дело действовать, и плюс еще, может быть, даже пользу кому-то принести. У вас есть фотографии, вы нам предоставили, сейчас мы их посмотрим, а вам предлагаем прокомментировать эти фотографии. Вот, ну, это уже такое заседание, да, какое-то у вас? Если, возможно, я прокомментирую эти фотографии. Это круглый стол, который прошел вот в ближайшую как раз пятницу. Мы хотим узнать не только у той молодежи, которая участвует в проекте, по поводу вот их участия в выборах, их повышения уровня политической культуры, но мы, и можно вот вернуть фотографию, вот там как раз круглого стола. Ну, уже, да, вот здесь уже, здесь уже их, их уже социальная акция, которая... И вот вы на этом круглого столе, мы пригласили еще молодежь с разных вузов, с нашего вуза студенческую, там, студенческий совет, были эксперты, представители из... Обсуждение живое. Да, представители из, так скажем, там, властных структур. И вот мы обсуждали с ними, что делать, что делать, что нам сейчас делать. Так, это Ярослав. Это уже Ярослав, да. Моя компания. Его штаб. Да, и мой штаб. А вот по нашему проекту мы... А тут конкретное дело, я донор уже. Да, это уже, да, это социальная акция, посвященная донорству. Вот Валерия может про нее рассказать, потому что она была непосредственным участником данной акции. Вы тоже, да? Да, да. Ну, я сдавала кровь, я мотивировала студентов, говорила, что это не больно, это не страшно. Мы помогаем людям, это очень важно. Очень важно показать на своем примере, потому что многие студенты говорят о том, что, ну вот очень хорошо, что вот вы, наши преподаватели, нам говорите, что нужно делать, а вы сами делаете. Они задают нам такой же вопрос, и они правильно делают. Мы им задаем вопрос, что вы делаете в этой стране, а нам студенты отвечают, а вы что делаете в этой стране. Так. И вот это очень верно. Это правильная позиция. И все преподаватели нашей кафедры идут и также задают кровь, и они объясняют, зачем это они делают, и дальше несут эту информацию, и ты в диалоге, по-другому никак не скажешь, в массы, потому что задают же тебе вопрос все время, зачем ты это делаешь. Ну, это же там может быть то-то, то-то, то-то. А ты отвечаешь вот потому-то. А какие еще социальные мероприятия, еще какие конкретные дела сделаны? Вот есть же у вас акции какие-то, да? Да, есть. Вот недавно вот на фотографиях мы видели, была проведена социальная акция, направленная на помощь молодым семьям и детям, также, в первую очередь, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Почему? Данная социальная акция направлена на поддержку этих семей. А как вы поддерживаете? Чем вы можете поддержать? Вот, мы приехали в областной центр помощи семье и детям с таким предложением помочь и как бы развить нашу культуру, поднять культуру детей, культуру, так скажем, родителей, воспитания. А как вы им фильмы показываете, мультфильм или что? Как культуру можно поднять? Такую акцию. Что она предполагает? Проводятся, так скажем, занятия, которые, при помощи которых мы поднимаем данную культуру, проводятся занятия с родителями, с детьми, игры, деловые игры. Вот, да. Вот, вот так вот. Понятно. Ну, есть обратный вот какой-то интерес? Интерес, вы знаете, интерес есть, да. Давайте мы вам культуру поднимем, скажем, да зачем? В основном, так как сейчас социальная акция направлена в основном на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вы знаете, они активно взаимодействуют с нами, так как им хочется не только заниматься с преподавателями и с лицами, которые их обучают вот в данном центре помощи семьи и детям, но и мы, как активная молодежь, приехали к ним, они нас с горящими глазами встретили и сказали, да, мы с вами хотим играть и повышать культуру. А как-то вот Алифтина Алексеевна, можно потом оценить эффект вот этой работы? Он оценивается? Вот в чем он будет, этот эффект? Вот первый эффект, который я отметила для себя, то, что дети попросили приезжать еще. То есть, понимаете, это было не поиграли, повзаимодействовали, порисовали, оценили их состояние, настрой, там, пообщались с каждым из них. Это было такое, вы знаете, вот они, общение такое на уровне чего-то близкого. То есть, они вот, эти дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, им же не хватает чего? Им не хватает любви. И вот Ярослав со своим штабом, они организовали эту любовь, и это было искренне. Это не было, вот, нам нужно сделать. Они сами захотели эту социальную акцию провести. И они пообщались с детьми, и дети говорят, ну, мы очень хотим, чтобы вы пришли еще. И вот они перед 9 мая собираются как раз приехать еще раз с детьми, провести еще одну социальную акцию. Они там будут, планируется на данный момент арт-акция такая, они будут рисовать рисунки на асфальте, ну, либо на листах бумаги. Их патриотизм, в чем он выражается, и отношение их к такому великому празднику 9 мая. Ну, понятно. Вы поехали в район, да, с этой акцией? Вот есть такое мнение, что в больших городах молодежь активнее, она как-то и ближе к власти, и ко всему тут ближе, и ближе к каким-то массовым мероприятиям. А в районе там все потише, и интересы поменьше. Это подтвердилось или нет? Ох, нет. Нет? Нет. Ребята, это пока еще не взаимодействует с другими муниципалитетами. Вот я как раз являюсь еще тренером по повышению как раз политической культуры. Мы там ездим по этим муниципалитетам, и сначала проводим образовательные занятия. И эти образовательные занятия проводятся на тему выборов, на тему имиджа, очень важный момент имидж, на тему того, что такое вообще политическая культура, как ее повышать, и так далее. И вот прошло порядка пяти уже занятий, как с активной молодежью городского Глоксабара, так и с Кенелем, Чапаевским, Красным Яром. И я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, вот как раз молодые люди из малых городов и поселений, они активнее, они хотят, потому что влиться вот в это. У них же мало, у них же меньше вот этих вот каких-то досуговой деятельности, ну, относительно меньше. И вот они хватаются вот за эту возможность где-то поучаствовать. И вот, вы знаете, вот хочу отметить город Чапаевск. Вот это я получаю колоссальное удовольствие, когда к ним приезжаю, потому что дети, они не просто участвуют в этом проекте, не просто играют, они живут этим проектом. И большие, они большие молодцы. Вот мы как раз вчера, я была у них на занятии, и у них уже начинается предвыборная кампания, а итогом вот нашего проекта будет такая игра в выборы, то есть создаются несколько штабов, эти штабы между собой, они соревнуются, потом выбирается один кандидат от каждого муниципального района, и уже они приезжают к нам, в Международный институт рынка, и уже происходит конкурс молодых депутатов, и выбирается лучший молодой депутат, и который потом вот рекомендуется. То есть это не только участие в выборах, а даже уже есть кандидаты, претенденты на власть, на то, чтобы пойти во власть. Да, это вот дело не во власти, дело, наверное, больше вот здесь у нас нету речи о власти, потому что власть это все-таки, ну, сразу какие-то ассоциации немножко другие, а это люди, которые пойдут в молодежную политику. Депутат – это представительная ветвь власти, это что же власть? Да, конечно, да. Просто с другого ракурса. Вот это слово просто оценивается немножко по-другому детьми. Они как-то, когда говоришь о власти, они сразу как-то, не-не-нет, мы не во власть, мы хотим помочь. Ну, надо же, а когда-то, несколько лет назад, вот чиновники, это было на втором месте, все хотели, но не все, через одного молодежь, хотела быть во власть и чиновниками управлять. Сейчас, значит, поменялась немножко ситуация, получается. Ну, так, если на практике посмотреть, то вот этого такого уже резкого желания огромного нет. Резкого желания нет. Вот именно хочется, как раз они хотят, вот этот имидж, который был создан, вот тот предыдущий чиновников, они хотят его уже как-то моделировать в другом контексте. Такой важный вопрос. Вот мы часто говорим, будущее, молодежь – наше будущее. И вот важно, чтобы молодежь это будущее как-то для себя представляла. Не просто вот, я молодой, и я буду что-то делать, а вот основываясь на чем-то она будет делать. Потому что мы пока живем какими-то старыми стереотипами, у нас есть там война наша Великой Отечественной, какие-то исторические даты, космос и так далее. И мы отталкиваемся, наше поколение, ваше поколение, ваше поколение, и мы все вот от них, от них, от этих ступеней, вот идем и идем. А нужно, чтобы молодежь, наверное, чтобы мы двигались дальше, продвигались и в другой какой-то реальности жили, чтобы новое что-то появилось. Вот что-то новое появляется у молодежи сегодня, от чего тоже можно вот оттолкнуться, новое, новое. Ну, наверное, интернет, да, социальные сети и вот это все. И еще что-то. Вы вот это принимаете во внимание? Или тоже вот от этих же ступеней отталкиваетесь? Абсолютно не от тех же ступеней отталкиваемся мы. Сейчас, в принципе, ситуация в молодежной среде, она меняется. И у меня вот по общению вот с молодыми людьми, но я еще сама не перешла вот от порока, слава богу, молодежной, все идет к тому, что молодые люди говорят о том, что вот как вот было хорошо, вот, ну, по рассказам, вот тогда, когда была вот эта вот система «Октябренок», «Пионер», «Комсомолец». И вот сейчас создано же такое движение, как российское движение школьников, которое вот чем-то, на наш взгляд, оно напоминает вот как раз вот эту вот систему. Да, и это плюс. И вот молодые люди как раз говорят, вот и с Чапайском вот я разговаривала, когда они говорят о том, что вот нам не хватает вот этого взаимодействия. Не вот сейчас вот уже, когда мы там 10-11 класс, а вот как бы раньше, чтобы мы вливались в это. Потому что интернет – это хорошо, но это бездна. Он затягивает, и он не дает каких-то ценностей. Там все подряд. И там не объясняют, где вот лучше вот здесь вот посмотреть, здесь вот обратить внимание, там у тебя все подряд. А здесь уже организация, где вживую все действуют, общаются и так далее. Валерий, расскажите, пожалуйста, вот если про выборы говорить, вы уже голосовали? Да. Да? Понятно. Вот если взять отдельно эту тему выборов, в рамках проекта, что вы можете сделать лично, близка ли вам эта тема, и будете ли вы потом продвигаться тоже вот как депутат, или кандидат, или вот в этой системе? Или пока как вы свое участие именно в этой теме видите? Ну, на первых порах я думаю, что следует все же продвигаться в этой сфере, то, что нужно идти дальше в какие-то госструктуры, что нужно обязательно повышать дальше свой уровень политической культуры, нужно активно принимать участие также в выборах. В этом году я не только непосредственно приняла участие в выборах, я проголосовала, но и приняла участие в программе, которая была на избирательном участке, который находился в нашем международном институте рынка. Вот, то есть там была специализированная программа для тех, кто пришел и хочет сделать свой выбор, проголосовать. Мы организовали специальную программу с выступлением различных артистов. Вот. Понятно. Вот тоже какие-то традиции, опять же, из прошлого. Ну, а как они меняются? Что-то новое появляется? Не только вот бублики там при входе и песни. Конечно. Как раньше было. Вы же слышали, в этом году была такая акция, там, выложи фотографии в инстаграм с хэштегом, и там, как ты поучаствовал в выборах, и там, возможно, ты выиграешь там призы. И действительно, молодые люди выиграли там девушку, насколько я знаю, там квартиру выиграла, там были очень хорошие призы. И причем, знаете, вот очень интересный момент, что меня прям тронуло. Я видела в социальных сетях, вот ВКонтакте, как молодые люди, активисты, просили, чтобы проголосовали за фотографию девушки, которая не имеет своего места в жительство, она из дома-интерната, и пока вот у нее там с квартирой проблемы, у нее, насколько там, я знаю, уже семья появилась. И вот, представляете, они говорили не то, что проголосуй за меня, я хочу вот эту квартиру, а давайте проголосуем за нее. И огромное количество людей стало голосовать именно за нее. Вот, честно, так и не выяснило, к сожалению, все-таки она выиграла или нет. Но это, вы понимаете, вот это... Ну, есть такая тенденция. Это тенденция. То, что вот волонтерство, да, вот добровольческих каких-то дел, такая тенденция есть. И очень приятно, что молодежь активно сегодня в этом участвует. И именно молодежь, волонтеров-то сколько. Очень, и они это делают искренне. Конечно, мы не можем исключить тех людей, которые делают для своего продвижения. Но это тоже неплохо. Они же делают, а какие у них цели? Ну, это личное... Главное, что результаты есть. А результаты есть. Помощь кому-то оказывается. Вот они, вот эти молодые люди, они уже делают это будущее. Они формируют. И формируют на реальных делах. Их никто не говорит им. Идите, делайте. Они сами. Они вот приходят и говорят. Очень просим переговорить там с Лебенцом. Вот именно мы возвращаемся к тому, что вот есть какая-то вот брешь, как вот почему-то мне кажется, что вот пустота, да, и хочется ее заполнить. А кто будет заполнять? Конечно, молодые люди, которые, может быть, это и чувствуют, что вот где-то поколение были, 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 а сейчас вот что-то... Чего-то не хватает, как мы говорили в начале. Ну, давайте посмотрим, как ваш проект отражается на участниках. У нас есть ролик, который предоставили. Ну, а потом продолжим разговор. Пиарты, пиарты, пиарты. Все точно относится. Политические взгляды, идеология... Оставьте сполбы к покоям. Да, и не точно относится. Деловые коммуникации. Политические игры не относится. Как может политически не относиться к политике? А команда в чем-то не может. А мы все ответим. Если что-то не просто, что нет. На дворе, куда ты командовал? Короче, в реализованном сзале, а на полу как бы ты все и не знал. Политические ценности встают. Они... Какой день победы? Да, потому что тем hazır. Нужно создать образ, то есть нужно городскую соотношенность применять, то есть как мы все говорили, как бы мы не загружали в интернет, в телефоны, в мозг людей, без технологий, это нам в будущем позволит информацию, то есть информация нам доступна в любом случае, то есть нужно желание, чтобы у людей появилось желание пройти проголосовать. То есть, допустим, ну какой на 9 мая, допустим, дать память, дань памяти приехал, допустим, так же и здесь на выборы, мы должны понимать, что сегодня день выборов, там, лучше там в рубашку одеть, там, лучше там штаны, все дела, то есть чистые, да, и сходить на выборы и проголосовать. Спасибо проекту! Дальнейших успехов и мы вам желаем, вот хочется узнать, Валерия уже рассказала о видении своего будущего, Ярослав, а вы? Каким вы видите свое будущее? Ну, я хочу сказать, что стоит формировать гражданскую позицию уже начиная с малого поколения, нашего малого поколения, наших детей и будущих. Вот, допустим, я, как сейчас молодой отец, уже начинаю... Хотел сказать, как вы далеко заглянули, но вы тут же сказали, что... Начиная воспитывать свою дочь, так скажем, гражданином Российской Федерации полноценно. А сколько ей сейчас? Почти два года. О, надо же. Вот. Вот это да. Понимаете, не словом, а делом. Да, да, а как это все выражается? Конкретно, вот с дочерью, как вы можете ей это привить, вот, чтобы она была активной потом в жизни? Вы знаете, такая история, получается, что она, у меня, думаю, много книг, и она любит подходить, брать книги, и вот почему-то, не знаю почему, она все время берет мою небольшую Конституцию Российской Федерации. Удивительно. Да, вот меня это удивило в первый раз. Я думаю, ну, раз ты взяла ее, давай я тебе ее прочитаю. Она что-то понимает? То есть вот у меня начинается так. Она еще совсем маленькая, но я думаю, что она уже в подкорке начинает впитывать. А может, ей сказки лучше читать сейчас пока? И сказки определенно. И сказки, ну, слава Богу, что вы читали. Не было такого перевеса тоже. Но что я вообще хотел сказать о том, что вообще мы должны участвовать в избирательном процессе активно, как молодая, ну, молодежь. Потому что именно наш выбор сейчас делает наше будущее. И мы посредством данного избирательного процесса, участия в политике и политической деятельности должны формировать, вот как и наш проект называется, гражданское общество. То есть посредством гражданского общества мы должны осуществлять коммуникацию между властью и народом, чтобы не было вот этого непонимания. Вот я думаю, если все будет так, как задумано и будет сформировано правильное гражданское общество, то наше общество будет жить хорошо. Чем сегодня наполняется ваш внутренний мир? Хочу опять же вот к молодым людям обратиться, потому что вот вы говорите, мы будущее, да? И то, что у вас есть внутри, вы потом будете это воплощать. То есть у вас должна быть какая-то такая база большая, чтобы лидировать и звать других за собой. Вот чем вы сегодня наполняете свой внутренний мир? Вы что-то читаете? Как вы образовываетесь, самообразовываетесь? Вот чем занимаетесь? Чем заполняете? Ну вообще, в первую очередь, это институт, который также данным проектом помогает нам повысить политическую культуру. Это как самообразование у нас идет, то есть мы читаем литературу, какую определенную литературу сами, так и начитывают преподаватели. — Алифтина Алексеевна, вот расскажите, что вы несете сегодня молодежи на своем курсе как раз? — Я прям секунду сначала скажу, как я горжусь ребятами. Я вот слушаю, и мне аж прямо хочется расплакаться. Прямо такие молодцы. Мы в рамках, ну если нашего института, конечно, мы даем какие-то базовые предметы, которые вот Ярослав, он обучается по направлению социальная работа, а Валерия, она обучается по направлению организации работы с молодежью. Ну, понятно, есть базовая часть, ну а если говорить о проекте, тут я уже немножко сказала, что это именно какие-то основы политики, основы избирательной системы, кто наши политики. Вот это очень, кстати, важный момент. Молодежь не знает своих героев, так скажем, политиков, особенно местного уровня. Прям вопрос сразу. Ну, знает главу администрации, ну хорошо, ну губернатора, слава богу, президент и, пожалуй, только некоторых лидеров партии. Все. То есть вот и этому мы тоже обучаем. Сколько у вас наблюдений. Вот видите, да, вот что вот вы, когда эту тему изучаете, вы видите уже, не знаем. Мы видим проблему. Да. Еще что-то еще. Удивительно. Очень хорошо. Вот это вот плюс большой проекта, что вы слабые места вот эти выявляете. Я хотела поинтересоваться, на какой срок он рассчитан и что будет в результате. Каким видите результат реализации проекта? Данный проект рассчитан на полгода, но сейчас вот мы еще с другой группой активной молодежи нашего института вот участвуем в гранте на продолжение данного проекта от Петербургского института, Санкт-Петербургского, да. Как интересно. И уровень другой, наверное, да? Совсем другой уровень. Мы параллельно еще обучаемся созданию этих социальных проектов. Это очень важно. Сейчас именно у нас политика нашего государства направлена еще на том, что формирование вот этого гражданского общества, оно идет вот при помощи вот этих социальных проектов. То есть дают возможность людям реализовать задуманные при помощи вот проектов. Выдают гранты, мы их выиграем, если проект достойный. И вот как раз, если у нас все получится, на данный момент мы уже прошли третий отборочный тур. То есть, ну, пока нам говорят руководители, организаторы данного вот как раз грантовой системы, говорят о том, что, скорее всего, вы выиграете. И нас будут дальше спонсировать, с нами взаимодействовать, но уже на другом уровне. Но пока вот именно эта часть проекта заканчивается вот в июне этого года. Сегодня кто-то есть, лидеры из ваших вот четырех районов? Можно ли сказать, вот у кого-то лучше в проекте вот такое продвижение есть уже? Или все приблизительно на одинаковом уровне? Как он может? Вы знаете... Похвалить самых хороших. Самые хорошие. Ну, я, соответственно, не могу просто сказать самые хорошие. Они все самые хорошие, самые лучшие. Просто у кого-то у одного, у Кенеля там получается одно, у Красного Яра другое, у Самар третьего, у Чапайска четвертая. Но интерес есть у всех, да? Интерес есть абсолютно у всех. Вот это самое главное, чтобы была вовлеченность и заинтересованность. Спасибо огромное за то, что вы делаете, потому что это очень важно на самом деле. И здесь вот важно не ошибиться, как сапер, потому что кого мы сформируем, вы, тот и пойдет дальше. Спасибо еще раз вам за участие, зрителям за внимание. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok